привет привет дорогие друзья с вами канал shark production и в этом видео мы поговорим о легендарном премиум танки из 6 танк является желанным для тех людей у которых его нет ну а те люди которые его приобрели просто получают удовольствие от игры и сейчас я объясню почему происходит именно так начнем пушка обладает пробитием бронебойного снаряда 175 миллиметров подкалиберного 217 миллиметров при этом разовый урон 390 очков сведению танка 3 целых 26 сотых секунд разброс на 100 метров 044 не сверх есть что сведение говно разброс говно типичный деструктор и и все типичный деструктор до перезарядка занимает 11,22 секунды и при этом дпм получается 2086 2086 не сверх есть что да и мать вот так увн увн у нас минус 6 вниз плюс 20 сверх идем далее бронирование и одна из самых главных фишек этого танка лоб корпуса 100 миллиметров борт корпуса 100 миллиметров корма корпуса 60 миллиметров лоб башни 150 борт башни 150 корма 100 но какими бы не были цифры броня остается очень-очень выборный башню шьется до всяким т-34 на прямо маску шьется в крышу и все кидают да но корпус корпус танчит такие же восьмые уровни тех же сок шестых на bb то есть супер першингов тех же кого пятых ты будешь танчить но борщей допустим т-34 опять же они не танчатся все что 200 допустим 20 плюс не тачите прямо в лд будет прилетать и это правда жизни и да это плохо но опять же скажу что восьмые уровни он танчит броня очень выборные надеяться на нее ни в коем случае не стоит идем далее максимальная скорость вперед 35 километров в час назад 14 километров в час и тоже немаломажное это обзор который составляет у нас на танке 350 метров и да ребята все цифры которые только что называл это цифры просто со стопроцентным экипажем без оборудования без перков то есть ну базовые 6 так скажем если опять же поставить вентиляции досылатели всякие оптики боевые братства орлиные глаза и так далее и тому подобное то естественно все цифры просто улучшится и так цена этого танка составляет 2660 российских рублей на данный момент записи этого видео и самое главное чем я хотел поговорить это танк подойдет как новичку так и скиловику да это танк является игрушкой для статистов все об этом знают все на нем играют и надевает стату фармят войн 8 и да если ты новичок и 6 тебя простит большинство ошибок но но если ты новичок и хочешь купить себе прям танк который будет фармить вот это будет прям твой первый прям танк то и 6 я тебе не советую брать да он прощает ошибки да на нем можно легко научиться играть потому что он легким освоение он просто легкий ничего делать надо просто едешь стреляешь танкуешь и все дела но но и 6 не фармит на бэшках с пробитием 175 миллиметров ты не будешь никого пробивать подкалибер 217 но подкалиберы дорогие и 6 если ты играешь с прем аккаунтом то он всегда выходит практически практически в ноль если ну ты набиваешь урон что-то делаешь а если ты новичок и будешь стрелять в угол дой то конечно ты будешь заходить минус и прям танк который заходит в минус смысл в нем нет лучше купить себе фцм и играть на фцм который реально фармит но если ты в нашей игре уже не новичок если ты понимаешь где то нужно вовремя проехать продавить быстренько задефиться занять правильную позицию то конечно и 6 тебе подойдет и самое большое преимущество и 6 это он льготный в отличие от тех же объект 252 у слишком имбовых да он чересчур имбовый но не льготный а тысов пятых которые играют с 10 уровнями и 6 он играет максимум с девятыми уровнями и до девятки тебя тоже пробивает всякие м 103 т10 ты просим ничего не сделаешь тебя будут все равно убивать и все но когда ты играешь восьмыми уровнями ты чувствуешь себя богом потому что ты можешь делать все ты можешь продавить ты можешь ты можешь один держать направление в том же энске допустим приезжать и делать 10 фрагов за бой на подсосе там все дела но все же и 6 позволяет это делать и и все и так давайте уже поговорим о бою что бой играет опять же мой друг верь вбр вы его знаете я не люблю спойлеров но в этом бою сделаю в этом видео тут будет 10 фрагов в тубу 3300 по моему урона не помню и 10 фрагов на подсосе но все же можно что мы видим он убил уже пятерых они забрали в город мы проигрываем по хп точнее мы выигрываем по хп но проигрываем по счету он заряжает фугас и остается 4 арсиллерии и маленький спиц в этом бою естественно что будет уже победа ну хотя конечно арта это арта дело такое ты можешь играть на маус тен 2000 прилетит и ты ничего не сделаешь но все же что мы видим что-то 25 пилот ой пилот т-25 пополам т-54 стоковый и собственно говоря наши статьи с двумя отметками на туалет даже в третью не смог фулах едут за артой арта какая-то стреляет по т-25 пополам вот мы замечаем лорейна что делает т-44 дает и тычку ну он фугасом конечно же подсасывает дальше он заряжает под калибр потому что понимаю что вся арта шотная вся до единой ну в смысле ему вся арта на выстрел что он делает он становится сводится сводится и конечно же картошка кинет в гуслю да ты можешь играть играть сводиться стараться но все равно улететь в гуслю ведь это арта бог войны все дела дальше он до конца сводится уже убивает артиллерию это седьмой фраг на счету он едет за ридли олдерсом осталось м12 спиц и су-14-1 спиц мы знаем что шотный и видим что наш т-25 пополам берет базу единственный кто может бивать базу это арта слепую либо же спиц дальше что наш делает этот статист фу он зарядил голду и едет убивать артиллерию ну добирать фраги там все дела тут он аккуратненько забирает арту из-за уголка арта тупить не стреляет по нему либо же он был в кд либо так и не понял либо просто дурачок и едет искать вторую артиллерию он решается подъехать красной линии в принципе все делает верно но я поехал бы в квадрат конечно же а0 но он решается поехать квадрат к 0 потому что думает что она в углу сейчас посмотрим так ли это или нет база уже вот-вот возьмется 30 секунд осталось 70 очков захвата прошло и прилетает спиц спицы сбивает захват с нашего пополам до 25 пополам и убивает его спиц барабаны как мы понимаем на три пульки что делать наш статист он убивает спица все что остается это убить одну артиллерию су-14-1 которая убила два фрага он за свете и супер першник пишет что еще одно дно но не важно это он не нашему статисту статисты на это даже не расстраиваются он сейвится от артиллерии за домиком не знаю где находится артиллерия я думаю что все же на квадрате а0 но мы посмотрим где она будет что он решает сделать я думаю он решается конечно же поехать на захват потому что захват отличная позиция осталось 7 минут до конца боя почти 8 и стать на захват вдруг карта приедет я бы тоже так сделал делаю все верно потому что арте нужно выигрывать бой один на один сидела становится на захват в круг и ждет артиллерию прошло уже 60 очков захвата остается 35 секунд до взятия базы арта не едет и что делать стоять и побрать базу сейчас посмотрим 70 очков захвата уже арта не кидает остан чего не делают может быть она вообще фк черт его знает вот ротаке на лоблайн он понимает что она не пока 80 очков захвата и арта не объявляется и он решает съехать базы и делают абсолютно правильно за 10 фрагом тут он решается зигануть ну естественно вот едет за артой все статисты вот они сам вот вчера на стриме кто не видел приходите посмотрите говорил могут зигавать только те у кого 3 отметки на стволе у самого 2 не умеет не понимает но все же он решается ехать за артиллерией искать артиллерию решает поехать по центру мало ли она где-нибудь тут стоит я вообще думаю она в квадрате 1 но мы посмотрим где она окажется может быть в а0 вообще арта может быть и в городе стоять конечно остается пять с половиной минут до конца боя и давайте смотреть чем закончится все зиганул едет ждет вот стебутся над ним и он тоже стебется но все статисты так делают и это нормально возвращается уже на нашу базу смотрит арту справа втыкают что она справа она не светится хотя она может быть за кустами и он приезжает решает туда не ехать и арта оказывается вот тут он в принципе никакого труда не составляет ее убить и все что нужно просто стрельнуть результаты боя будут перед вами оставляйте комментарий подписывайтесь на канал и всего всего вам самого наилучшего а Субтитры создавал DimaTorzok